Дорогие друзья, приветствую вас на Зоне. Вы знаете, я служил в армии, ну, по мне видно. Я служил по службе поваром, по службе был в спортроте, потому что я еще мастер спорта по фехтованию, между прочим, кто не знает. И когда я был поваром, ну, вроде бы повар-то не голодный в армии, верно? И повар везде не голодный, не только в армии. Но вот у нас была валюта, у нас был деликатес, это были рыбные консервы. Даже поварам они нечасто доставались, но это действительно было как десерт, как пирожное. Это, надо сказать, была такая ходовая действительно валюта. Я с тех пор люблю рыбные консервы. И в томате, и не в томате, в собственном соку, в масле, например. Я в них разбираюсь. Я недавно ругался на одного производителя, который делает сайру, используя салаку. Так вот, как писал Зощенко, я предпочитаю хворать дома. Я предпочитаю делать рыбные консервы самостоятельно. Сейчас я хочу с вами поделиться своими рецептами, своей концепцией изготовления небольшой серии рыбных консервов. Я сегодня буду использовать Автоклав Малиновка, Smart Chef. Это хорошая машина, которая позволяет стерилизовать. Вы сами понимаете, в чем смысл консервов, когда они в банках. В том, чтобы внутри банки убить все живое, все бактерии, которые вызывали бы порчу. Для этого нужна, прежде всего, высокая температура. И температуры кипения для консервов недостаточно. 100 градусов, я имею в виду, жидкости. Нужна температура более высокая. Такая высокая температура создается в Автоклавах, потому что там создается высокое давление. А вы, наверное, физику учили. Чем выше давление, тем выше температура кипения жидкости. Вот на этом основана работа Автоклава. Фишечный рецепт у меня – это селедка в собственном соку с чаем. Ну, давайте ближе к делу. Вот селедка. В нашей стране селедка продается замороженной. Как вы понимаете, это селедка свежая, она не соленая. Это, кстати, всегда селедка замороженная, всегда была очень доступной рыбой. Значит, я отрезаю голову. Я вот так люблю срезать живот, чтобы ее выпотрошить, эту рыбку. Вот это я сразу убираю. Вот тут, видите, есть икра. Я ее сейчас вот так вот оставлю. Посмотрим, что будет в другой селедине. Икра или не икра, или молоки. Я тоже молоки оставляю. Здесь тоже икра. Девчонки мне попались сегодня, видите. И третья. Ну, будем надеяться, что бог любит троицу. Тоже уже здесь уже хорошо, чтобы была икра. По-моему, это мальчишка. Да, молоки. Значит, теперь я срежу хвосты. Это можно делать и ножницами. Срежу, видите, плавники. Ну, чтобы она была такая уже обесплавниченная рыба. Теперь я рыбку нарежу на куски. Примерно вот такие вот куски. Каждую большую селедку где-то на три части. Вот так. И, соответственно, завершающая селедина. Вот так. Вот как раз у меня одна селедка. Это будет одна банка. Теперь посмотрите. Ну, во всякой рыбе есть темная пленка. Значит, я сейчас ее сниму и промою. Большую часть пленки я сниму. Ее можно соскрести вот так ножом. Значит, я уже селедку без пленки кладу в миску для того, чтобы потом селедочку промыть. Только самый первый кусок можно вычищать. Во втором куске там уже меньше живота. Там можно этим пренебречь. Квостовой части живота нет. Соответственно, там нет этой черной пленки. Говоря, даже с селедкой удобно работать тогда, когда она еще остается немножко подмороженной. Можно подловить момент, да, оставить ее на воздухе. И тогда с ней, наверное, даже еще удобнее работать, чем просто так. Косточки меня не пугают, потому что косточки будут мягкими. В этом как раз тоже фишечка консервов, потому что косточки очень сильно размягчаются. Они уже не опасны в банке и совершенно не ощущаются. Икру и молок я тоже, ребята, сейчас промою. Вот есть. Ну что ж, селедка помыта. Беру три банки. У меня здесь правее баночная станция. Три банки. Лаврушка в каждую. Совсем понемногу, потому что специи в банках работают очень эффективно. И буквально по 4-5 горошинок черного перца. Начинаю укладывать селедку. Я буду класть два таких центральных фрагмента, да, и один фрагмент хвостовой. Вот так. Вот так. И один хвостик. Причем хвостик я кладу узкой стороной вниз, чтобы он хорошо вошел. Помните икра? Вот у меня икра. Я ее как бы в живот прячу. В животик прячу. Вот так. В два животика. Потому что у меня здесь два животика есть. Поехали дальше. Вот так. И хвостовая часть узкой стороной вниз. Опять. Ну давайте молоку. Я вот сюда в животик прячу молоку. И следующая банка. Вот так. Сюда спрячу икру. А вот еще у меня есть молоко. Одно. Я в центр. Но я в центр спрячу ее. Ну, теперь можно немножко присолить. Соль. 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 И вот теперь наступает время чая. Ребята, вот у меня, смотрите, крепко заваренный чай. Я даже пакетики еще отсюда не удалил. Я по три столовые ложки крепкого чая. Знаете, зачем чай? Он будет за счет своих дубильных веществ не давать рыбе разваливаться. Она будет, кости будут мягчайшие, а рыбка будет еще такая, не будет так разваливаться. При употреблении, если ты хочешь так кусочками ее съесть. Вот это очень хорошая фишечка. Вообще говоря, это рецепт советский. Когда-то так селедку томили в кастрюльке. Это были такие вид консервов в кастрюльке. Знаете, еще по одной ложечке дам. Когда вот так селедку укладывали плотно, как в банку, в маленькую кастрюльку, добавляю туда чай, растительное масло. И знаете, что еще? И растворенный кубик куриного бульона. Это было очень вкусно. Я сегодня с кубиком не делаю. Но если вы хотите, можно добавить еще сюда, допустим, по две столовые ложки растворенного в кипятке кубика куриного. Очень неплохо работает. Я сегодня добавлю, может быть, еще чуть-чуть просто воды. Теперь растительное масло. Давайте две столовые ложки растительного масла в каждую бутылку, в каждую банку. Это будет называться консервы как бы с добавлением масла. Оно не в масле и не в собственном соку. А есть такой типаж консервов с добавлением масла. Вода у меня горячая. Это не важно, какая вода пойдет. Вот немножко воды. Вот так, собственно, все. Можно закрывать крышки. Они уже помыты, чистые крышки. И пока в сторонку, потому что я буду уже целую серию банок закладывать в свой автоклав Малиновка. Он вмещает 14 полулитровых банок. Я сегодня сделаю 12. Ну, мне просто по логистике так удобно. Поэтому вот чистые крышки, новые крышки, я закручиваю и пока отставляю в сторону. Ну что ж, давайте для разнообразия сейчас сделаем еще рыбку в томате. Значит, я сейчас ставлю и сковородку, и сотейник на нагрев. И сегодня будет путасу. Самая обычная рыбка путасу в томате. Немножко с овощами. Значит, я сейчас обжарю морковку и лук. Ну, смотрите, я морковку нарежу соломкой. Лук полукольцами. И поджарю, и потом добавлю туда томатное пюре. Это будет такая моя овощная болваночка. Это будет что-то типа рыбы под маринадом, может быть. Только без дополнительной кислоты. Значит, вот соломка морковки. Я очень люблю путасу вот так готовить. Рыбка абсолютно доступная. Лук. Начну я формально с лука, хотя это там не дикая уже необходимость. Я имею в виду, жарить лук начну. И я параллельно буду обжаривать рыбу, потому что здесь лучше немножко заморочиться, и это будет обжаренная рыбка в томате, консервированная. Вот это кайф, я считаю. Значит, в сковородку маслица для обжарки, будущей обжарки рыбы. Смотрите, вот моя путасу. Я сейчас буду панировать ее в муке для того, чтобы обжарить. Я возьму пакет. Вы знаете, что я люблю панировать часто все-таки в пакете. Ложка для смешивания, перемешивания овощей. Мне такая уж слишком обжарка сильная не нужна, надо просто прогреть. Все, можно класть уже морковку. Можно добавлять морковку. И я сейчас заодно уже здесь буду обрабатывать рыбку. Я путасу уже, видите, удалил голову, выпотрошил и тоже соскреб черную пленку. Значит, вот у меня пакет, мука в пакет. Тут уже надо постараться, но зато будет шикарная закусочка еще та. Теперь я рыбку буду нарезать покороче, да, где-то вот так вот. Ну, мой формат рыбки пополам. Даже какая-то пойдет на три части. И сейчас я буду партиями ее обжаривать. Вот так. Вот так я сейчас рыбку, смотрите, прямо на доске присолю. Присолю. Она сейчас в пакете перемешается, когда я буду панировать ее в муке, да. Вот так. Вот так и вот так. Вот идет панирование рыбки в пакете. Заодно перемешивание ее с солькой. Теперь рыбка идет в сковородку. Вот у меня мои рыбки. Можно работать даже двумя руками. Рыбка еще есть. Я сейчас партиями обжарю всю. Рыбку я буду складывать вот в такую пока миску. Пинцетом буду переворачивать. Мне нужна такая золотисто-коричневая корочка на рыбке, да, как обычно мы жарим рыбку. Она, естественно, может оставаться с сыринкой, потому что, ну, температурная обработка будет проходить в банке мощная. Поэтому мне важна просто корочка здесь. Овощи мои неплохо уже прогреты. И сейчас я к ним уже дам томатное пюре. Можно положить просто томатную пасту и воднить, влить немножко водички. Можно взять томатное пюре. Вот уже кусочки прихвачены. Можно их выкладывать и заниматься новой партией. Ну вот, сковородка греется второй раз. Значит, смотрите, я в морковку и лук добавляю томатное пюре. И прогреваю. Присаливаю чуть-чуть. Солька. И сахарку. Чуть-чуть сладости дам. Кислота есть в самой томатной базе. Вот сейчас оно булькнет, и вот эта вот овощная подушка готова. Оно, видите, закипело, булькнуло, и все. И можно, собственно говоря, выключать нагрев. Я продолжаю жарить вторую партию рыбы. Идет жариться. И мы скоро будем готовы тоже запихнуть в три банки эту путасу. Вот так процесс пошел быстрее. И уже все, вторая партия рыбы в миску. Складывать ее в сторонку, чтобы быстрее поработать с более холодной первой партией. Вот так. Мука нам даст, да, как вы понимаете, густинку в банке, ну, в соусе, да. Поэтому как раз мука здесь важна. Ну что ж, теперь банки, ребята. Значит, я на дно кладу вот эту овощную подушку. Но у меня будет немножко еще вверху. Это будет и одновременно в каждой банке и подушка, и одеяло. Вот так. Опять же, лаврушка по маленькому кусочку и черный перчик. Так же, как для предыдущей селедки. Черный перчик. Я рыбку присаливал. Дополнительно потом еще немножко присалю. Значит, здесь уже лучше работать руками. Да, я пошел пока вот так, видите, вертикально ставлю рыбку. Оно красиво, когда она стоит вертикально. Причем я беру центральные кусочки. Во всяком случае, ребята, не хвостики. Потому что хвостики я буду прятать внутрь. Вот я в одну банку, да, видите, уже поставил центральные кусочки. Я сейчас работаю со второй банкой. И к стеклу, причем я к стенке банки, я прислоняю спинку, не живот. Так будет просто красивше. Так сказать, да, видите, выстраиваю по кругу. Вот еще одна банка наполнена центральными частями. И смотрим дальше. И теперь хвостиковая часть. Я тоже буду чуточку их укорачивать. Я буду запихивать в серединку. Где-то хвостиком вверх, где-то хвостиком вниз. Потому что когда хвостиком вниз, острая часть лучше заходит. Вот у меня наполняемость банок будет хорошая. Это очень важный, так сказать, фактор. Теперь я дополнительно присолю. Теперь наливаю сюда понемножку еще томатного пюре. Чуть-чуть воды. Я могу сразу из чайника. И сверху опять кладу одеяло из лука и морковки. Это уже будет одеялка. Вот такая идет всегда приятная сборка. Сборка банок. Крышки там в кипятке никак мыть не надо. Потому что все делает уже автоклав. Он стерилизует все. Он может даже стилизовать мою совесть. Она после этого будет абсолютно стерильная и чистая. Вот еще две банки. Посмотрите, в нашем будущем наборе. Уже готова селедка и готова путасу. Значит, видите, я сначала сегодня делал селедку. Здесь никакой тепловой обработки не было, кроме того, что я заварил чай. В путасу я делал и овощную, так сказать, базу и жарил рыбу. Была тепловая обработка. Для того, чтобы чередовать попроще, сейчас будет опять рецепт, где никакой тепловой обработки не будет вообще, это уже скумбрия. Посмотрите на эту красавицу. А скумбрия тоже продается замороженной. Значит, сейчас я ее тоже разделываю. Естественно, выпотрошу ее. Ну, у скумбрии практически там не бывает, она не бывает с икрой. Молок я тоже как-то не встречаю. Непонятно вообще-то, как она размножается, правда, да? Вот опять три рыбины. Одна рыбина, да, это примерно одна банка. Вот тут у меня две скумбрии из трех еще подмороженные. Как раз это мне на руку. В частности, вот эта, которая я сейчас обрабатываю, она подморожена. Уберу плавники. Ну, в частности, вот хвостовой плавник я убираю. Что тут у нас? Вот плавнички. Хвостовой плавник. Вот, так сказать, передний плавник убираю. Здесь, ну, все похоже на работу с селедкой, да, вот такая без тепловой обработки, без ничего. Тоже сначала я рыбку разрежу, а потом уже вычищу и промою. Тоже точно так же, как селедка. Вот три, три куска. Я опять беру миску, промою. Промою рыбку. Здесь черной пленки практически я не вижу. Я это сейчас уберу. И вот сейчас вы увидите специю, ребята, которая со скумбрией, как просто близнецы-братья, они должны быть вместе. Три очередные банки. И вот, смотрите, какая будет специя. Это перчик, это еще ничего необычного. Опять черный перчик. А вот теперь, друзья, семена фенхеля. Или семена аниса. Это практически одно и то же. Вот буквально штучек по 8, они маленькие. Это будет шикарный вкус. Это уже отработано, поэтому вы мне просто верьте. Значит, точно так же я кладу, как селедку. Вот так. И, да, я вам помните, говорю, хвостиком вниз, чтобы как раз хорошо заходит кусочек. Вот у меня хорошая наполняемость банки. Она когда примороженная, конечно, немножко не такая податливая, но, тем не менее, все хорошо. Вот так. И опять хвостик остраем вниз. Так. Скумбрия рыбка жирная, но все равно маслица налить надо. Ну, буквально по столовой ложке. Я уже не буду мерить, я налью. Опять это будет скумбрика с добавлением масла. И просто-напросто водички. Ну, не до краев, да, потому что немножко рыба даст сок. Это будет третья рыбка скумбрия. И для разнообразия кальмар. Шикарный кальмар, допустим, для того, чтобы съесть его с картошечкой, либо съесть с макарошками. Смотрите, как это будет. Я сейчас сделаю бешамель. Это будет розовый бешамель. Вот хорошо как раз в нем кальмар приготовится прямо в банке, и это будет шикарно. Сливочное масло растапливаю. Ну, вы все знаете, как делать бешамель, тем не менее, посмотрим еще раз. Это проверенный рецепт, я его очень люблю, потому что вот кальмар... Я вообще люблю кальмара. И вы скажете мне, как же так? Там же такая будет в автоклаве-то, да, мощная тепловая обработка. Там температура будет 120 градусов Цельсия внутри банки. Да, ребята, потому что кальмар надо варить либо очень быстро, либо очень долго. Это будет мягчайший кальмар. Все, значит, видите, масло есть. Мука. Я буду делать достаточно густой бешамель. Кальмар еще пустит сок потом в банки, и этот бешамель будет разжижаться. Легкая ореховость здесь получается. И все, молоко. Холодное молоко. И поехали перемешивать. Соль. Перемешиваю. Немножко томатной пасты, чтобы довести цвет... Здесь надо руководствоваться цветом до розового, до розового. Поярче еще хочу, потому что при тепловой обработке в банке эта розовость немножко уйдет. Вот такой простейший бешамель вот уже густеет, густеет, густеет. Да, вот посмотрите, как хорошо загустел бешамель. Все, он готов. Относительно густой. Есть бешамель. Кальмар. Это командорский кальмар. Посмотрите на него. Это тот, который продается замороженным, нечищенный. Я сейчас его нарежу. Значит, почему он уже очищенный? Потому что я его опустил в кипяток. Кожица свернулась, и я ее потом промыл холодной водой. Внутри тоже убрал остатки внутренности. И яхитиновые пластинки. Теперь я просто его нарежу. Вот такими полукольцами. Весьма грубыми, кстати. По ширине грубо. Да, видите как? Надо работать, так сказать, брутально. Можно и кружками, не разрезать пополам. Это абсолютно уже не важно. Вот это плавники. Они тоже хороши. Они немножко жестче всегда. Но они очень сильно размягчатся при автоклавировании. Еще три банки. Сейчас я в каждую буду класть кальмар. Я люблю положить вот так вот посерединке немножко лука. Лук сладенький, он украшает. Вот, видите, не так много лучку в каждую банку. И потом снова кальмар. И поехали дальше. Вкладываем кальмара в банку. Оно, знаете, да, хорошо. Допустим, ты поймал, поймал скидку на селедку. Все, значит, можно сделать консервы. Вот тогда они тебе будут обходиться дешевле. Поймал скидку на кальмара, допустим. Значит, все, и можно заготовить кальмара. Банки есть всегда. Банки можно использовать бесконечное количество раз. Крышки лучше брать новые. Солить не надо. Немножко солил бешамель. Этого достаточно. Бешамель еще раз перемешаю. Он еще горяченький, но это неважно. И вот он пошел сюда. Сейчас я его немножко сделаю так, чтобы он пролился, ушел вниз. Ну, это можно сделать, например, черенком ложки, да. Чуть-чуть отодвинуть, да, и он будет проваливаться не так быстро вниз. Но потом за счет того, что из кальмара потечет собственный сок, ребята, да, то здесь банки будут неплохо наполнены. Вот так. Этого достаточно. И вот теперь у меня есть, смотрите, пока еще все сырое, 12 банок. Я относительно быстро их подготовил. Теперь уже дело только за автоклавом. Селедка, путасу, скумбрия, кальмар. Я готовлюсь к закладке этих банок в автоклав. Вот сейчас я буду вставлять банки в специальную кассету. У меня в эту кассету вмещается 14 банок пол-литровых. У меня сегодня 12 банок. У меня просто было проще так по продуктам. Значит, я ставлю на нижний уровень. Вся путаса и вся селедка у меня на нижнем уровне. Значит, видите, на 14 банок поместилось бы сюда. Объем моего сегодняшнего автоклава, малиновка, смарт-шеф, 26 литров. На самом деле, малиновки бывают разные. 20 литров объем, там меньше банок, чем 14. 26 литров, как мой. 35 литров и 42 литра. Больше объем, больше банок одновременно можно приготовить. Значит, автоклав способен дать температуру внутри 120 градусов Цельсия из-за высокого давления. Вот при этой температуре убиваются все гадости, которые вызывают порчу. Поэтому корпус автоклава должен быть крепким, как моя башка, чтобы его не разорвало. Поэтому смотрите, здесь сварные швы. Вот они на 2 сантиметра отпухают от верха, отступают. Они создают мощность, чтобы он был всегда целым. Здесь очень интересное дно, которое используется в военной промышленности. Тоже обеспечивается его прочность. Это очень важно, чтобы он не взорвался, понимаете как. Здесь есть клапан, который тоже в случае какого-то скачка давления, он будет стравливать давление. Причем вот в это место, мужики, вот в это место можно подсоединить еще и перегонную систему. И автоклав превращается в самогонный аппарат. Так что, ребята, по части надежности, Малиновка это самый надежный автоклав. И корпус крепчайший, и клапан, который обеспечивает безопасность. Дно шикарное. Так что, если кто-то хочет обеспечить себя консервами, лет на 20 вперед, идите по ссылке, и там вы сможете посмотреть на модели и даже купить. Автоклавы, знаете, бывают такие, которые на плиту ставятся, они не автоматические. Этот автоматический, он работает от электричества. Вы увидите, тут прямо зашиты программы. Вот я сегодня буду пользоваться программой рыбы, как вы понимаете. И приложение для телефона есть. Ну, все, что надо для современного такого гаджета большого кухонного. Это я сейчас, видите, зафиксирую баночки, чтобы, видите, прижимные маховички есть. Я сейчас эту кассету зафиксирую хорошенько. Баночки будут в надежных руках находиться. Сначала надо одновременно их всех опустить вниз, маховички, и потом последовательно, да, вот так закручивать, чтобы ровненько было. Так, вот так, вот так. И я сразу получу 12 банок шикарных рыбных консервов. Почему я буду использовать здесь режим рыбы? Потому что для рыбы нужно не так долго держать банки в автоклаве, как для мяса, например. Поэтому машина это все знает, сколько чего держать. Здесь и овощи можно консервировать, и паштеты, и тушенку, и вот все рыбное. В общем, здесь программы, вы увидите, как все тут работает. Ничего не надо знать, короче говоря. Бери как пользователь. Я не знаю, как работает автомобиль, вообще говоря, что там, какие клапаны, как там двигать, как масло. Я пользователь знаю. Мне удобно. Здесь не думай ни о чем. Удобно и все. Ну что ж, будем закладываться. Я вставляю ее в автоклав. Вот так вот. Поставил сюда, заливается вода. Кстати, этот автоклав может работать и на воде, и на пару. Разные есть режимы. Значит, я сейчас солью сюда воду. Там не до конца. Значит, для предотвращения окисления крышек сюда добавляется немножко кислоты. Вот в сферу, в воду, не знаю, это может быть сухая лимонная кислота, немножко уксуса налить. Таковы требования, так сказать, стандарта. Вот это уже, да, это уже вот так достаточно. Завершающая вода. Значит, я закрываю крышку. Она уникальна, потому что она вставляется как бы изнутри, и получается так, что чем выше здесь давление машины, тем плотнее прижимается крышка. Называется система Power Insight. Я вставляю. Она овальная, поэтому тут нужно найти правильное положение, чтобы я вставить. Вот я ее вставил. И теперь вот у меня специальная зажимная рамка. Вот есть. Я теперь зажимаю винты, чтобы удерживать крышку. Потихонечку, каждый закручиваю потихонечку, не сразу, один до конца, чтобы равномерно крышка прижалась изнутри. Вот, крышка есть. И теперь будем включаться. Будем включаться. Давайте смотреть, как здесь работает автоматическая программа. Шмяк, включил. Значит, мартышка к старости слаба глазами стала. Я надеваю очки. Готовые программы. Окей. На пару я хочу работать на воде. Окей. Объем банки. До полулитра, значит, я иду вправо. Окей. И вот теперь продукты. Мясо, мясо, мясо. Вниз я сейчас веду. Вот я дохожу до рыбы. И нажимаю окей. Все, машина пошла работать. Она скажет, когда она сработала. Немножко остынет, справится давление. И тогда я открою и будет готово. Так что ждем. Ну вот, ребята, я баночки уже протер даже. Все здесь немножко остыло в автоклаве. Я тогда смог его открыть. Они были мокрые банки. Я их вытер. Вот, посмотрите, готовые штукенции. Видите, кальмар как выровнялся, да? Потому что уже все так здесь поженилось внутри. Все уже банки остывшие, поэтому все крышечки втянуты. Это признак того, что они герметичны, что все там, стерилизация прошла. Я очень хочу скумбрию. Вот она у меня здесь. Ну, знаете, как лайфхак, как банку открыть, да? Допустим, вот я сейчас не могу открыть. Поэтому я сейчас ее бью бортиком крышки об бортик стола. Вот так. Слышали звук, да? Вот эта банка открыта. Посмотрите, как красиво без крышки лежат кусочки рыбы сверху. Сейчас я аккуратненько я буду так помогать себе. Посмотрите, вот, да, рыба мягчайшая. Вот какой красивый целый кусок. Я сейчас вот так вот, посмотрите, как она, да? И вот так вот. Рыба сама заходит просто в меня. Вот чуть-чуть, где-то, где-то. Такая легкая анисовая нотка. Люблю размять вилкой на бутерброд. Люблю делать паштет из этого или просто брать вот так вот есть. Так что, друзья мои, магазинные консервы, это, конечно, хорошо, а домашние лучше. С вами был дядя-повар Лазерсон, автоклав Малиновка и канал Сона Лазерсона. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. А моя любимая песня, знаете, какая? Я не буду ее петь, я вам скажу просто словами. Малиновку потрогав за сосок, припомню я забытое свидание. Продолжение следует...